МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Елена Михайловская. Добрый день. Улучшить работу с экспортом. Такую задачу сегодня перед кондитерской отраслью поставил президент страны, посещая производство коммунарки. Это второе по объемам выпуска продукции предприятия кондитерской промышленности Беларуси после «Спартака». Глава государства ознакомился с производством. Президенту показали возможности новой линии. Ее мощности от 2,5 до 6 тонн вафельных конфет в смену. За последний год фабрика освоила почти три десятка новых видов кондитерских изделий. Продукцию экспортируют в 16 стран мира как ближнего, так и дальнего зарубежья. И здесь же президенту доложили о развитии еще одного предприятия отрасли в «Спартаке». Вы должны работать, покупать сырье по минимальной цене, здесь сокращать себестоимость на производстве и больше получать от продаж. По-моему, мы экономисты развали на одном языке. Другой схемы в мире не придумано. Все сводится к этому. Экспорт предприятий в центре внимания на совещании по вопросу развития кондитерской отрасли страны. Оно в эти минуты проходит на фабрике «Коммунарка». Разговор принципиальный. Предприятия стратегические. На них проходит модернизация. Тем не менее, в республику импортируется порядка 60 тысяч тонн кондитерских изделий. Если в 2005 году доля реализации отечественных изделий на белорусском рынке составляла свыше 90%, то за истекший период текущего года немногим более 70%. И сегодня же глава государства дал поручение ликвидировать наблюдательные советы на «Спартаке» и «Коммунарке». Я поручил серьезнейшим образом с советских времен проанализировать все, что происходило на этих предприятиях. Как они приватизировались, кому они попали в руки, как оценивались эти предприятия. И принять решение в суде. По-моему, суд принял решение. Решение суда не исполнил кто? Наблюдательные советы. С завтрашнего дня оба наблюдательных совета ликвидировались. Решения суда безоговорочно должны выполняться. А потом вы имеете право обжаловать это решение. Моё решение однозначное. Не глядя ни на каких инвесторов и инвестиционный климат. Поэтому с завтрашнего дня предприятия должны функционировать, как они и функционировали ранее. Я пока еще не говорю о долях акций, о процентах. Я не говорю об инвесторах. Я просто пока говорю об управлении предприятием. С завтрашнего дня у руководителя предприятия, который будет здесь работать, и на Спартаке руководитель, который будет работать, принимают решение единолично, как государственное предприятие. Я забыв о том, что у них когда-то был наблюдательный совет. А осуждать меня или одобрять – это уже дело вкуса. Во-первых, как со стороны акционеров и органов власти, слишком часто поднимался на уровне президента вопрос о будущем коммунарке и Спартака, как и всей кондитерской промышленности. Была дана масса поручений, все документы у меня как раз здесь находятся, для того, чтобы здесь был наведен порядок. Коммунарка, Спартак и аналогичное предприятие – это народное предприятие, и это предприятие для детей. Этим все сказано. Сколько бы ни стоили наши кондитерские изделия, шоколадки, мармеладки, карамели и прочее, отец и мать все равно для ребенка их купят. А значит, это стратегические предприятия, они будут всегда. И подробнее о сегодняшнем совещании президента в наших следующих выпусках. Могилевские правоохранители выясняют причину ЧП в одном из автопарков. Ночью здесь загорелись 9 автобусов. Пожарные прибыли оперативно спустя 4 минуты после вызова, но к тому моменту 8 автобусов уже горели открытым пламенем. На ликвидацию огня потребовалось около получаса. Машины значительно повреждены, люди не пострадали. По факту ЧП идет разбирательство. Между США и Мексикой нарастает напряжение. Поводом к обострению отношений, в том числе на дипломатическом уровне, послужил очередной инцидент на границе двух стран. Американские патрульные застрелили мексиканского подростка, который находился на территории своей страны. МИД Мексики в связи с убийством выступил с резким протестом. По предварительной информации, подросток вместе с другими несовершеннолетними якобы бросал в патрульных камни. Это американским военным не понравилось. Один из них открыл огонь и застрелил молодого человека. Отмечу, с июля минувшего года это уже третий случай гибели мексиканских граждан на территории своей страны от рук американских пограничников. В чилийской столице Сантьяго студенты вновь вышли на улицы с протестами. Учащиеся продолжают требовать от правительства проведения реформ в сфере образования. Демонстрация уже по традиции обернулась массовыми беспорядками. Несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей, скрывающих под масками свои лица, учинили на улицах погромы. Крушили на своем пути витрины, дорожные знаки, мусорные баки и скамейки, устраивали поджоги. Затем хулиганы начали бросать камни и палки в полицейских. Правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. Десятки человек задержаны. В центре Дамаска рядом со зданием Министерства образования прогремел мощный взрыв. Ранение получили несколько человек. Ответственность за теракт взяли группировки Ахват Аль-Расул и Ансар Алислам. Боевики пытались подорвать заминированные автомобили, стоящие поблизости здания военной прокуратуры, где выносятся приговоры арестованным членам вооруженных формирований. На Индонезийском острове Бали вспоминают жертв теракта в ночном клубе курорта Кута. В 2002 году здесь погибли более 200 человек, в том числе туристы из двух десятков стран. Около половины жертв австралийцы. В связи с распространенным несколько дней назад предупреждением о новых возможных терактах в Индонезии приняты повышенные меры безопасности. Места проведения памятных мероприятий и основные туристические объекты охраняют несколько тысяч полицейских. Норвежский комитет назвал обладателя Нобелевской премии мира. Лауреатом за 2012 год стал Евросоюз, цитата, за историческую роль в объединении Европы. В списке претендентов в этом году был 231 кандидат. Эксперты называли среди фаворитов Джина Шарпа. Этот американский общественный деятель широко известен как идеолог и один из архитекторов бархатных революций на Ближнем Востоке. Были предположения, что премия уйдет создателю Викиликс Джулиану Ассанджо. Фигурировало также имя американского военного Брэдли Меннинга, который тайно передал порталу Викиликс сотни тысяч конфиденциальных документов дипломатической службы США. Сейчас он ожидает начала судебного процесса в американской тюрьме. Ему грозит смертная казнь. Большой футбол в Минске. Сегодня национальная сборная Беларуси сыграет с командой Испании действующими чемпионами мира и Европы. Это отборочный матч первенства «Планеты-2014». Игру будут освещать более 150 белорусских и зарубежных СМИ, в том числе около полусотни испанских журналистов. Белорусская команда еще никогда не встречалась со столь именитым соперником и пропустить матч такого уровня настоящим болельщикам никак нельзя. Тем более, что игроки рассчитывают на их горячую поддержку. К слову, трибуны Минского стадиона «Динамо» могут принять до 31 тысячи зрителей. Матч начнется в 9 вечера. Пропускать зрителей начнут за 2 часа до старта поединка. Я думаю, что белорусы должны выиграть 2-1. После хорошей игры «Батэ», я думаю, что сборная Белоруссия должна выиграть сегодня. Обязательно. Я тут родилась в Белоруссии, но проживаю в Германии. Но все равно я очень хотела бы посетить эту игру. Ставки, конечно, на победу. Мы очень волнуемся, мы взволнованы, потому что команда большого игрового значения. Мы играем в Белоруссии, у нас есть возможность прикоснуться в игре, видеть любимых игроков на расстоянии высунутой руки, грубо говоря. Мы будем их поддерживать. Мы надеемся на лучшее, но и в то же время желаем победы в Белоруссии. К слову, сегодня испанцы отмечают национальный праздник – День Испанидот. Считается, что именно 12 октября в 1492 году Христофор Колумб открыл Америку, положив тем самым начало возникновению испаноязычной цивилизации на двух континентах. По традиции, в этот день на главном проспекте Мадрида, Ла Кастельяно, проходит военный парад, который принимает лично король. Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил короля Хуана Карлоса I с Днем Испанской нации. Глава нашего государства выразил уверенность в расширении белорусско-испанского сотрудничества во всех сферах. Электронная очередь как способ разгрузить границу. Белорусские таможенники готовы рассмотреть проект, предложенный польскими коллегами. Эксперимент вначале проведут на польской территории. Он предоставит перевозчикам возможность бронировать время въезда на территорию страны через интернет. Помимо этого, таможенники Польши намерены использовать зеленые коридоры в пассажирском движении до въезда на территорию пункта пропуска. Если нововведения себя оправдают, эксперимент продолжат и у нас. Белорусская энергосистема готова к работе при максимальных зимних температурах. Все котельные приведены в надлежащее техническое состояние. Запасы топлива в полном объеме. К этому дню все теплоисточники, а их порядка 300, должны получить паспорта готовности. Все ремонтные работы на тепловых сетях должны завершиться не позднее 15 октября. Отопительный сезон в Беларуси уже открыт. Батареи потеплели в детских садах, больницах и школах, а также в жилом секторе столицы и в некоторых регионах. Неделя матери продолжается в Беларуси. Женщин чествуют в трудовых коллективах. В исполкомах проходят торжественные приемы. Особое внимание многодетным мамам. Отметим, в Беларуси в текущем году орденом матери награждены более 300 женщин. Все они родили и достойно воспитали 5 и более детей. Всего же высокого знака материнской доблести в нашей республике за 17 лет удостоены более 7 тысяч мам. Сегодня чествовали жительниц Минской области. В числе почетных гостей родные сестры Олеся и Ольга Ткаченко. На двоих у них 13 детей. А Валентина Лойко из агрогородка Щемыслица и вовсе в ожидании 11 малыша. У меня 10 детей. 6 мальчиков, 4 девочки. У нас 4 сестры. И мы росли у мамы, как бы такие вот дружные всегда. И в семью свою это перенесли. У меня 6 детей, у моих сестер по 7. Гродно в эти дни объединил более полутора сотен музеев в Беларуси. Все они принимают участие в первом национальном форуме, который призван поддержать это направление, привлечь внимание общества к труду его сотрудников. Форум уже назвали одним из важнейших событий в культурной жизни республики. Среди почетных гостей и многочисленные зарубежные представители. Они примут участие в деловой программе. Уникальная коллекция тропических бабочек прибыла в Гомель. Насекомых привезли из Краснодарского края, где их разводят на специальной ферме. В город над Сожем их доставили в коконах. Поэтому живые экспонаты будут появляться буквально на глазах у гомельчан и отправляться в свободный полет. Правда, при этом гостям экспозиции придется соблюдать ряд правил. Не шуметь, не использовать фото вспышки и аккуратно передвигаться, чтобы случайно не повредить живые экспонаты. Выпуск продолжит спортивное обозрение Александра Ярмаша. Заходите на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефону в горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Хорошего дня. До встречи в 16.30. Продолжение следует...